Всем привет! Сегодня мы расскажем, чего вам надо опасаться в Австрии на дорогах. Главное это, конечно, полицаи аккуратно, а они выписывают хорошие штрафы. Фоткают вас спереди, сзади, измеряют скорость. Следующий, так называемый, маленький смайлик, который определяет тоже вашу скорость, но не переживайте, он не фоткает. Омерзительный маленький робот, стоящий на дороге, фотографирует и присылает штрафы. Сейчас мы подойдем к большому роботу и поговорим с ним немножечко. Посмотрим, что он в себя значил. Вот он такой у нас красавец. Рабочий он или нет, сейчас мы увидим. Рабочий, вы видите, обычно есть здесь фотография вставленная. Нет, он не рабочий, он пустой. Он пустой вообще. Здесь должны быть красные инфрародные лампочки. А здесь должен быть большущий фотоаппарат. Его прям внутри видно. Но этот аппаратик на данный момент пустой. Он не... Просто начинку достали и унесли домой. Ну вы поняли, пустышка стоит на улице, и все тормозят. Кстати, они стоят во всех городах. Обычно 50-ки вот эти стоят. И на 55-60 они 100% фотографируют. Час начали фотографировать уже, когда вы едете 55 км в час. Ну вы поняли, что продяга просто стоит без фотоаппарата, без ничего. И штрафы не присылает. Но увидите ли вы сдалека. Фотоит он или нет. Ха-ха-ха. Аккуратно. Штраф от 50 евро до 300-400. Он тоже пустой. Ничего не видно. Вот, смотрите. Пустой. Видите, там ничего нет. Пустой. И здесь пустой. Ничего, никого нет. Интересно, я найду вам сегодня рабочий фотоаппарат. Видно, сейчас мимо нас пролетает дежурный доктор. Это дежурный доктор, это вообще очень опасно. Обычно его вызывают при смерти. Пропускайте. Здесь все медленно едут. Видите, то есть, вероятно, он у нас рабочий. Сейчас мы посмотрим. Давайте. Подойдем поближе. Видите, у него уже вид другой. Блин. Тоже пустой. Пустой. Видите, нет ничего внутри. Блин. Чего, сейчас мы... У меня есть тут один знакомый. Радар или фотоаппарат. Он стоит на 30-ку. Ну, точно должен стоять. Точно должен быть. Вот, видите, здесь 30. Сейчас мы посмотрим. Здесь зона 30. Ну, должен он здесь быть. Рабочий. Так, 30 же надо ехать. Ты разогнался. Вот он, красавец. Неужели ты пустой? Сейчас мы посмотрим. Стороны не видно ничего. Видите, он даже двухсторонний. Двухсторонний он. Ну, не видно. Ничего не видно. Неужели он тоже пустой? Я вам специально выехал на Венский автобан. Здесь сверху у вас определители... Только что были определители не скорости, а того, есть ли у вас вот эта вот, так сказать, вигнетка, которую нужно заранее покупать. Эти камеры определяют, есть ли они у вас, и сразу же там приходит от 130 до 400 евро штраф. Ну, вот мы выехали на 60-очку. Видите, здесь тройка, 60. И сейчас будет самый крутой определитель скорости на данный момент. Будете в шоке. Такого робота вы еще не видели. Так, смотрите, вот справа стоит обычный, который вы знаете уже. Он фотографируется. Верно? Теперь слева. Вот он слева, красавчик. Видите, большой. Не маленький вот этот вот первый, а второй. Вот он, большущий. Вот он измеряет. Вот он, красавец. Вот он измеряет уж, он, это был первый, он измеряет, он просто вас, так сказать, он просто вас, так сказать, запомнил, да? А вот второй, который будет сейчас через километр, через два, три, считывает всю информацию. Он просто, вот он сейчас будет стоять. Вот он, красавец. Где, 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 я помню. Да, вот он. Вот он, смотрите. Вот он, большой, красивый. А эти красавцы сфоткают вас и пришлют штраф. Сейчас мы еще раз съездим на автобан. Или на автомагистраль. И увидим еще раз нашего нового знакомого дистанционного измерителя движения машин. Вот он, наш красавец, видите? Вот, который с другой стороны стоит. А вот он, наш новый знакомый. Робот Вася. Он здесь вас зачекал, то есть здесь вы находитесь. А в конце, тот, который второй, он просто разделит километраж, который вы ехали, на скорость, которую вы ехали. И вычислить, в смысле, вашу скорость. На время он разделит. Во! Километраж на время и вычислить вашу скорость. Вот, мы подъезжаем уже ко второму. Вот он, красавец, здесь стоит. Видите? Вот он. А вот этот вот, который рядышком, он вам прямо в лицо и сфоткает. Кстати, вот перед нами едет Трафик Контроль, который, ну, именно фирма, которая, ну, фирма называется «Свинак». Но они, вот эти вот ребята, которые справа вы видите, они контролируют автомагистраль, видят все на своих приборах, у них все внутри. То есть за превышение или за что они вас не будут штрафовать, а будут штрафовать за то, что, например, вы едете без вигнетки. Да, и чтобы я не забыл, возможно, также установление карт камер, видеокамер полицаями на мостах. То есть на этом мосту может стоять там три камеры, которые измерят вашу скорость и пришлют, опять же, штраф домой. На автобанах могут стоять такие красавцы, они измеряют расстояние между машинами. Штраф тоже хорошенький, 70 евро. Будем заканчивать на сегодня. Но так мы вам и не показали настоящего робота, который фоткает по-настоящему. Ну, здесь у нас есть один точно работающий, видите, здесь 70-ка заканчивается, и сразу же начинается город, соответственно, 50 километров в час. И вот он наш красавец, он у нас всегда работает. Сейчас мы его заснимем для вас. Вот такой вот красавчик. Ну, здесь видно, вот видите, вот красная лампочка. Вот она такая красная здесь сверху. Ну, а здесь у него такой большой фотоаппарат, такой крутой такой. Вот он, вот он, вот он, вот он, красавец. Видите, сначала он измеряет тоже быстренько вашу слевую скорость, правую скорость. И фотоит. Самое главное. Автомагистраль. Разрешение скорости 130. Между городами 100 в городе 50. Сейчас 2018 год, и во многих городах ставят 30-очку. Ведите себя правильно на дорогах. За алкоголь в Австрии до 0,5. Значит, одно пиво можно пахнуть. Полицаи действительно не поддаются никаким взяткам вам просто. Даже дают иногда взятки. То есть, на первый раз прощают. Вам просто надо быть человеком. Не забывайте, за каждое материнное слово штрафы могут быть от 400 евро. Ненавижу это слово. Но лайкните это видео, а то я вообще ничего не буду писать для вас. Всем пока, до новых встреч.